Просторный он встречает господина Кудрета. Джан и Фера удивляются, когда встречаются в цветочном магазине. Джан говорит девушке, что за ними гонится полиция, и он думает, что помогает им. Он и девушка путешествуют по Стамбулу. После того, как белки и свиенер прочитали завещание, они решают найти и уничтожить девушку. Ениар нападает на Джана, когда тот в гневе приходит домой и выгоняет его из дома. Ханди также спорит со своим братом. Дуру идет за Джаном. Ханди, с другой стороны, злится, что Джан оставил ее одну на генеральной репетиции свадьбы, идет к отцу и спрашивает, «Ты поручил Джану исцелить мое разбитое сердце?» говорит. Действительно, он дал Джану это указание, и его отец приложил руку к тому, чтобы не бросить дочь бывшей девушки на свадьбе. Нарин – несовершеннолетняя девочка. Похоже, Каркмас попал в беду. Они меняют номера телефонов. Он звонит женщине и Джану из приюта из телефонной будки. Фера дает Джану свой новый номер. В интернете появилась новость о том, что Джан попал в аварию. Дуру немедленно удалил эту новость, но продолжает заниматься этим вопросом. Директор детского дома идет в ЗАГС, находит какие-то документы и отправляет их Джану. Джан показывает документы господину Кудрету. Мощь – он просит жену мертвого полицейского дать ей денег и запугать ее, заставив позаботиться об этом. Белкис просит помощницу, которую она уложила в постель рядом с мужем, найти девушку, которую ищут Джан и Кудрет. Кую – человек Кудрета, который следует за возлюбленной, он отправляет своему боссу фотографии двух женщин. Кудрет пытается разобраться в событиях. Он говорит, что встретится со своей женой, как только будет со своей возлюбленной. Йенер устраивает встречу со своей командой, чтобы проявить себя перед матерью. Команда рассказывает о прохождении газа под этой землей в Адане. Чтобы найти девушку, они нанимают пастуха-килера. Он просит его последовать за Джаном и найти девушку. Кудрет – мозговик Кую, он встречается с Джаном и говорит, теперь мы будем работать вместе, этого хотел папа. Джан не соглашается на это и уходит. Он не боится, он просит бывшего любовника женщины о работе через свою мать. В село дома вечером он бьет младшего брата Каркмаза по голове. Его мать и село спорят. Каркмаз, который на данный момент ничего не предпринял, затем приставил нож к горлу мужчины и стал угрожать ему. Феррах говорит Каркмазу, что они хотят переехать в дом в том же районе. В то время как Джан собирался сделать предложение Ханди, которому он не делал предложение, в ту ночь Дуру, который понял это, отправил Ханди новость, которая была удалена из интернета. Между ними вспыхивает драка. Ханди садится в машину Джана, поскольку у ее брата есть собственная машина. Джан преследует Ханди, потому что у него в машине есть дело о пропавшей девушке. Ханди идет к своему брату Башару. На том месте, где находится Башар, присутствует и Эфи, оставившая Ханди за свадебным столом. Однако Джан только берет файл и не препятствует входу девушке, он тоже не пойдет с тобой. Ханди и Эфи не могут оторвать глаз друг от друга. На следующий день Эфи встречается с Ханди и рассказывает ей, что ее отец Кудрет заставил ее отказаться от брака, избив ее. На следующий день в газете появилась статья о том, что новый командир Феттаха попал в аварию. Полиция Эркан приходит в компанию и спрашивает новый номер Феры, но Джан говорит, что у него его нет. Эрджан идет в здание суда на встречу с прокурором Ешаром. Прокурор Кудрет говорит, что преследует Феттаха сразу после прибытия полиции, Джан звонит Ферраху и идет в кафе, где он находится со своими друзьями. Когда полиция делает обычный звонок, Фера и ее друзья убегают на машине Джана. Затем он отвез машину Джана в указанное место, они приносят его к вам домой. Они встречают господина Кудрета. В этот момент звонит телефон Джана. Когда он говорит и кладет трубку, он говорит господину Кудрету, мы нашли девушку, которую искали. Твой старик обнимает его. В сентябре 1997 года полицейскому по имени Мехмед позвонили из государственной больницы Туфанбели-Вадани и спросили, закончил ли он свою работу. Медсестра по имени Севим объединяется с полицией и оставляет ребенка с женщине на одну неделю. Затем та же медсестра забирает его из этого дома и доставляет в отделение по делам детей. Они называют его Феррах Феза. Девочка растет в этом приюте. Сегодня человек по имени Кудрет Феттах получает письмо от полицейского по имени Мехмед из Аданы. В письме он заявил, что знает, что приказал убить свою дочь, которая сбежала с мужчины и попала в беду. Двое влюбленных погибли в дорожно-транспортном происшествии, он говорит, что не убивал новорожденного ребенка. Сердце Кудрета не выдерживает того, что он читает, и у него случается сердечный приступ. Джан находит его и делает ему массаж сердца. Поскольку Ферре 21 год, она уже должна была покинуть приют. Он не хочет покидать общежитие, потому что не может жить на улице один. Он даже ушел с педагогического факультета в последнем семестре и поступил на юридический факультет. Когда об этом узнает директор, он злится на девочку. Девушка говорит, что покинет общежитие. Он звонит другу по имени Каркмас, которого знает по общежитию, но сейчас отсутствует. Он звонит Кудрету Джану и просит его пойти к человеку, написавшему письмо, и найти того ребенка. Он не говорит, что он его внук. Джан отправляется в Адану и начинает искать полицейского Мехмета, лежащего на смертном адре. Он узнает, что мужчина умер три дня назад, и идет к нему домой, чтобы поговорить с женой. Женщина говорит, что не знает, и направляет его в детское учреждение. Женщина тут же вызывает медсестру. Медсестра уничтожила файлы, принадлежавшие девушке. Мы узнаем, что Джан был человеком, которого Кудрет послал за своей дочерью и который погиб в результате несчастного случая. Но, конечно, он не сказал об этом Джану. Он воспитал ребенка, как собственного ребенка и дал ему образование. Севим в настоящее время работает флористом в Стамбуле. Феттах занимается цветочным бизнесом для своей семьи. Жизнь идет домой. Менеджер сначала не хочет помогать, но потом мобилизуется, чтобы помочь, но ничего не может найти, потому что файлов нет. Нарин, в которой Фера видит сестру, тоже убегает из общежития. Фера настаивает на том, чтобы он вернулся домой, и никто его не понимает. Во время ссоры Джан чуть не сбил выбежавшую на дорогу девушку. Проходящий мимо полицейский хватает его и отвозит в полицейский участок, чтобы принять меры. По дороге Нарин и Каркмас убегают. Фера и Джан находятся в полицейском участке. Когда Нарин не хочет возвращаться домой, Каркмас покупает билет на автобус до Стамбула. Когда Фера не может успеть на автобус, она решает полететь самолетом. Жизнь, он покупает билет на место рядом с ней, чтобы поговорить с девушкой. В волнении от первой посадки в самолет девушка случайно держит Джана за руку. Когда самолет попадает в турбулентность наверху, Джан держит ее за руку. У выхода из аэропорта его забирает невестка Дуру. Кудрет покидает больницу, звонит своему адвокату и нотариусу и передает все свои полномочия в отношении компании Джану. Кудрет начинает работать с новым адвокатом, заменив своего прежнего адвоката, который был верен собственной жене. Он также получает заключение врача, в котором говорится, что он психически стабилен. Джан приходит поговорить с господином Кудретом. Кудрет поручает ему конверт, содержащий его новое завещание и тайну. Субтитры создавал DimaTorzok